На Тихоокеанской улице между остановками 38-я и 51-я школы столкнулись служебный автобус-санаторий и трамвайный вагон 5-го маршрута. Несмотря на то, что скорость обоих пассажирских великанов была небольшой, сюда вызвали скорую помощь для пассажира пятерки. Хоть в салоне было достаточно свободных сидячих мест, 74-летняя женщина ехала стоя и в момент ДТП повалилась на пол. Пенсионерку медбригада увезла обследовать в стационар. У нее имелась травма копчика. А участники ДТП принялись выяснять, кто прав, кто виноват. Для вагоновожатой все было очевидно. При пересечении путей шофер Кавза должен был притормозить и пропустить ее. План испутал второй трамвайный вагон, встречный. Его водитель автобуса видел и пропустил. А вот накатывающийся сзади РВЗ из поля зрения виновника аварии выпал. Я спускалась по спуску, он тоже едет параллельно. Мне навстречу идет трамвай. Он уставился на тот трамвай и, скорее всего, он меня не увидел. Я ему сигналила, а он начал движение уже на рельсы. Я начала экстренное торможение, но вагон уже 20 тонн, извините, за два метра не остановишь. И он накатом прям ему в бок въехал. В салоне автобуса людей не было. 58-летний водитель уже развез сотрудников ведомственного профилактория и возвращался на базу. Мужчина был уверен, что вагоновожатая могла остановиться, но начала торможение слишком поздно. В народе очень популярно убеждение, что трамвайщикам такие аварии просто выгодны. Машинист трамвая мне сказал, что вот это все с вашей, как говорится, этой будут высчитывать, насчитают. Простой одного трамвая час 4 тысячи. Сейчас, как день, час пик прошел, они ходят пустые вообще, трамваи пустые. Поэтому, наверное, выгодно или нет. Водитель скорой подъехал, мой хороший знакомый, он работал тоже в автопарке и в трамвайном парке. И он сказал, Ром, они это специально делают, потому что их хламью старому ничего не будет, царапина, они кувалдой постучат и все. Они там поимеют штраховку, плюс за простой. Вот и все. За простой вагонов виновнику аварии действительно придется платить. Хоть ДТП и было оформлено достаточно быстро, пробка на рельсах возникла. И не только трамвайная. Хвост автомобильный заканчивался возле Дальдизеля. С места происшествия Ольга Горбунова, Марина Мамедова и Андрей Алферов.